Здрасте всем, дорогие господа. Продолжение рейнджеров. Внезапное продолжение в внезапном виде записи. Итак, 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 итак. Надеюсь, сохранения не сохранились, потому что отдельные игры у меня после смерти жесткого диска ушли. Ушли в закат, поэтому... Поэтому вот так вот. Что я тут делал? Понять бы. Понять бы. Срочное сообщение. Вам следует прибыть. Приближается центр рейнджеров. А, ну да, я, походу же, этого Тирона убил. Тирона убил. Тут Визион лежит. Минтащуп. 85. Нода Тирона 261 штука. Ну, как бы, у меня максимум нодов, поэтому... Ориентому... Так, все. Валим. Не знаю, почему я в воздухе сохранился. Наверное, была она какая-то причина. Так, центр рейнджеров, говорите, да? Так, центр рейнджеров. Поехали какой-нибудь в рубин. В рубине можно будет, получается, хотя бы скинуть ноды, которые есть. Потому что количество, которое я сейчас насобирал, великовато. Хотя, надо бы, надо бы, надо бы починиться, наверное. Наверное, починиться на научке, да? Сначала тогда на научку. Починю все, что есть. И, и, и. И, наверное, уже отправлюсь. Отправлюсь в сторону рейнджеров. Так, починить во сколько? Согласен. Конечно, согласен. Так, антиденоминаторским остался блазероидный, потому что келлера я могу уговорить. Так, энергопакет. И все, и все, и все. Замечательно. Сколько же у меня там нодов-то? У меня прям этот... Прям все забито. Ноль. Ну, ладно, сейчас скину. Минералы, минералы. Какого-то, какого-то пирата, только что здесь распаковали, судя по всему. Он не чинится. 26-35. Надо бы их развитие. А, все, орден достоинства. Адаптирован под гигантский мозг, бла-бла-бла. Орден достоинства, бла-бла-бла. Так, задать партию нодов. Смотрим по микромодулям. О, универс. Универс. Мощность захвата плюс 60. На-на-на. 1100. Осколочное оружие. Ракетное оружие. Энергетическое оружие. Захват, эффективность, мощность дроида. Дальность радара. Ну, как бы да и нет. И нафиг нужно. И с одной стороны прям очень круто, с другой стороны зачем? Ладно. Ладно. Не об этом сегодня. Сегодня, наверное, надо все-таки как-то выполнить немножко квестов, что ли. Поэтому поехали на Уммонит. Там пускай пока все-все-всех захватывают. И-и-и. Если для меня задание. Отлично. Потруднее, конечно же. Я берусь за это задание. А куда? Алфеку. Интер-тутутут. На планете Агура. На фонсерах. Конечно же. Известный квест. Достаточно известный. Достаточно популярный. Где находится Алфеку? Так. Альфард. Кифрон. Алфека. Какая пока там эти... А, это этот... О. О, флагман. Тысячу лет не видел флагмана. Так. Как планета называется? Разрыв. Сибил. Окошки. Агора. Агора? Серьезно? На Агоре? Агора. Реально четвертая планета. Редко такое бывает, что вы прям на крайней... Ммм... На крайней планете системы выпадал квест или задание. И... И... Поехали. Откроюсь. Так. Фонсеры. Вы совершили мягкую посадку и не спеша вышли из своих корабля. Неподалеку вы увидели громадный голографический экран, на котором кадры гуглых маленьких аппаратиков сменяли провести ценные надписи на всех языках галактики, адресованные участникам чемпионата. Не успев довольно любоваться красивыми картинами, среди которых, кстати, встречались настораживающие, например, небольшие взрывы с летящими во все стороны осколками, вы заметили встречающего. Он подошел к вам и сказал, Здравствуйте, я представитель планеты Уманит. 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 Ну да, Уманит. Рад, что вы прилетели вовремя. Гонка скоро начнется. И нам стоит отправиться сначала на жеребевку, а затем в бокс и выбирать фонсер. Хотя, если у вас есть вопросы, я сразу все отвечу на них. Меня зовут Проныра. Как вы понимаете, это не имя прозвище, но я к нему привык, и прошу вас назвать меня именно так. Окей, давайте рассказать про фонсеры. Так, фонсер — это по существу сидение с мощным двигателем. Кроме двигателя, есть генератор защитного поля, слабенькие антигравитационные турбины и маневровые движки. Мощности антиграва достаточно, чтобы набирать высоту до 3-5 метров, так что гонка — это не езда, а полет. Скорости на трассе достигают тысячи километров в час, так как реакции живого существа недостаточно, чтобы ввести фонсер, не задевая препятствия, его оснащают генератором защитного поля. Любое столкновение вызывает порождение этого поля. Полностью избежать столкновения не удается даже на самых простых участках трассы. Когда значение защиты достигнут к нуля, фонсер просто летится на мелкие кусочки и гонщик вместе с ним. Поэтому, если вы не уверены, что преодолеете очередной участок, лучше сойти с трассы. Соревнования. Первый этап — квалификация. На этом этапе может достаться не очень сильный противник. Второй этап — полуфинал. Здесь уже слабых соперников нет. Победитель выходит в финал. Третий этап — это финал. Кто выигрывает гонку, тот становится чемпионом на следующие 4 года. Ваш соперник наверняка будет очень силен. Может, это будет даже сам чемпион. Кстати, сейчас им является Михаил Шульман. Почти в шумахер, да. Для победы вам необходимо прийти первым на всех трех этапах. Так, трасса. Трасса разделена на 11 участков различной сложности и протяженности. Каждый участок трассы можно проходить, используя различную тактику. Для этого обращать внимание на длину участка, а то будет зависеть время его прохождения различными способами. То есть на коротком участке можно выиграть или проиграть значительно быстрее, чем над линием. Каждый гонщик едет по своей полосе трассы, поэтому столкни с соперником исключены. Вам нужно думать только об огибании препятствий. Во избежание споров обе полосы абсолютно идентичны. Все, отправляемся на жеребевку. Зал, в котором было-было, все места в зале заполнены гонщиками, представителями и печенными гостями. Сначала была красочная церемония открытия чемпионата, потом звучали речи, о которых мало вас интересовали. А лишь после этого вы доставили, но строители приступили к жеребевке. Из всего услышанного вы смогли выделить следующую важную информацию. Всего в финальную часть чемпионата попали шесть лучших спортсменов. Четверо меню титулованных из них, включая вас. В первой стадии соревнований по традиции называемой квалификации. Выявят в двух гонках двух победителей, которые примут участие в полуфинале. Полуфинал — второй этап в финальной стадии гонок, в котором соревнуются ранее выявленные лидеры с победителями квалификации. Победители в полуфинале выходят в финал, где определяется чемпион. Главный судья, бло-бло, неинтересно. Так. Пелинг по имени Разгуш, Малк по имени Газар и Фаянин Меатра. Приветствуем пелинга. Пелинга, отвечаем за этим приветствием. В зрительном задании многие аплодируют подобное проявление у спортивного уважения. Судя по всему, этот гонщик, как и все пелинги, ценит скорость и маневренность, а также любит рисковать. Окей. Скорость, маневренность и рисковать. Пелинг. Малок. Так. Вряд ли Малок уделил больше внимания скорости или маневрности футерна, зато защита у него наверняка максимальная. Окей. Так. Стрениваем другие гонщики. Стрениваем Петерна. Фаянин. Теперь смотрим Фаянин. Так. Фаянин Меатра ответил вам изысканной любезностью. Настолько высокопарно, что немногие в зале были способны оценить всю красоту слога, а не отрывали воспринять словами, а только экзавалируемую насмешку. Так или иначе, в зале не долго повисает тишина. Пожалуй, это хитрый Фаянин. Основной упор в гонке будет делать на маневренность. Окей. Допустим. Примерно понял. Так. Взять шар. Так. Вы определились теперь в... Мне достался пелинг по имени Разгуш. Окей. Допустим. С первым соперником определились теперь в главной соревновании. Сразу выбрать возможного аппетита для второго этапа. Это будет один из двух землян. Владимир Корченица. Одинаково быстрый и маневренный. Или действующий чемпион Михаил Шульман. Славящий своей необыкновенной скоростью. Окей. Землянин по имени Михаил Владимир. Владимир, конечно же. Корченица. 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 Неважно. Так. Отправляемся в фончар. За фончарами. Так. Четыре базовых моделей фончаров. Ураган. Самый быстрый фонсер с прекрасной маневренностью. Защитное поле минимальное. Торнадо. Самый маневренный фонсер, обладающий замечательными скоростными качествами. Защита минимальна. Фихрь. Самый защищенный фонсер на скорости маневренности. Сделает лучшего. Брейс. Самая распространенная модель фонсера. Все показатели на среднем уровне. Также есть возможность сфигурировать собственную модель. Давайте сконфигурируем. Так. Девять потоков. Каждый поток можно будет набрать на двигатель, генератор защитного поля или маневровые движки. На каждый агрегат отправляются не более пяти потоков. Так. Окей. Девять потоков. Значит, получается два на генератор, два на движки, остальное на двигатель. Отличный двигатель. Плохая маневренность. И такая себе защита. Все. Закончим конфигурацию. Смотрим. 3, 2, 1. Старт. Все. Окей. Мое время 18.9. Время 19.4. Я лидирую. Так. Ответные склоны мелькают по видимым сторонам. Отгонечка с опомограниченной скоростью. Так. Средний участок. Средние повреждения. Возможность маневра низкая. Соответственно, надо спокойно пройти опасный участок. Заботьтесь о защите. Окей. Он меня обгоняет на 8 секунд. Защита у меня снизилась на 60. Окей. Следующий участок. Средний участок. Громадные повреждения. Возможность маневра высокая. Еще раз. Спокойно пройти опасный участок. Да? 287. Отлично. Я сильно обогнал тем временем его. Так. Равнинный участок. Минимальное повреждение. Возможность маневра низкая. Средний участок. Выжать ручку газа. 253. Супер. У меня, ну как оторваюсь, 23 секунды. Так. Ответные склоны. Короткие, громадные повреждения. Возможность маневра высокая. Соответственно, максимальная экономия защитное поле. Хуньк. Да, обгоняю все еще. Каменная плата. Или плато. Красные оттенки волонов наивает мысль о крови. Бла-бла-бла. Так. Длинные, большие повреждения. Возможность маневра высокая. Так. Спокойно пройти за участок. Забудьте о защите. Отлично. Все еще на 24 секунды обгоняю его. Но при этом пройдено 5 этапов 5. А у меня уже защиты больше, чем в 2 раза меньше. Так. Короткие, большие повреждения. Так. Забудь о скорости. Он меня обогнал. Так. Средний, средний повреждение. Возможность маневра высокая. Спокойно пройти участок. Я теперь его... Нет. Он меня все еще обгоняет. Защита 107. Блин. Отличный двигатель с плохой маневренностью. Такое себе. Так. Средние, средние повреждения. Возможность маневра высокая. Спокойно пройти. А. Ну все. Теперь главное дойти. Защита у меня 69. Так. Громадное повреждение высокой забытия скорости. Далее. Забытие скорости. Далее. Забытие скорости. Все. Разогнаться до максимума. Все. Победил. Супер. Надо менять модель фонсера. Мне надо, получается, собственную модель. Защитное поле. Также 2. Но на маневре на 3. 3. И 4 на двигатель. О. Все. Закончить конфигурацию. Так. Полуфинал. Далее. Выживаем. 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 Выжимаем. У нас одинаковый двигатель с кем? Правильно. С этим. Скакиваю. С корченицей. Владимир. Естественно. Летим. Куда летим? Зачем летим? Так. Минимальное повреждение. Маневров минимум. Но при этом длинный участок. Так. Выжить ручку газа. Отлично. Блин. Как меня отгоняют? Все-таки обгоняют каким-то образом. Средние, большие повреждения. Соответственно. Раз большие повреждения, то... Скорость и маневренность у него высокая. Соответственно. Экономим защитное поле. Вот так вот. Да. Он меня обогнал. Это понятно. Большие повреждения. Возможность маневра высокая. Соответственно. Соответственно. Нормальная маневренность у меня. Но при этом это короткий участок. Поэтому можно вот так вот сделать. отлично я его начал догонять наверное так большие повреждения короткие маневры средние спокойно пройти участок догоняю почти догоняю так длинный минимальный порождение возьмешь маневры минимум поэтому выжимаем ручку газа до упора оставим все еще минимальное повреждение с и возможность маневра минимум и еще выжимаем ручку газа до упора я остаюсь мне все еще на 21 секунду короткий опять выжимаем до упора окей все еще вот те же 20 секунд высокая маневренность и спокойно проходим участок трассы я его обгоняю да я лидирую супер короткие средние повреждения спокойно проходим два этапа осталось короткие средние повреждения давайте вот так вот сделаем отлично я должен лидировать и сейчас у меня маневра высокая соответственно но при этом короткий и блин ну короткий же короткий почему и на коротком потерял 51 51 прочность и ладно пылька как пьянин окей пьянин два три четыре раз два раз два три закончить далее выжить я быстрее окей на у него маневренность дикая соответственно среди повреждения длинный вот так вот минус 50 окей повреждения окей на спокойно пройти шик соточку потерял средний минимальная минимальная уже труд газа супер так большие повреждениям возможность маневра огромная да но будем большие повреждения так спокойно пройти минус 50 короткие средние повреждения опять спокойно пройти допустим длинные минимальные повреждения более я уже отстаю выжимаем ручку газа я все еще отстаю средние большие повреждения маневренность окей могу потерять 70 не 46 потерял окей так короткие малые повреждения с большим этим окей ускоряемся я лидирую уже хорошо короткие большие повреждения получается вот как-то так у нас 8 вот так вот 86 короткие большие повреждения возможность низкой опять же спокойно пройти 43 у меня средние малые повреждения давайте вот так вот сделаем все разгоняемся защита была 10 блеск красота так далее кто это кто у нас шульман со мной у него бешеная скорость нас отсутствующая маневренность я понял так я отстаю окей среднем большие повреждения и возможность высок высокая возможность маневра соответственно спокойно здесь спокойно везде где высокая возможность спокойно где низкая или средняя будем сбрасывать спокойно проходим я отстаю все еще большие повреждения возможность огромного грома огромная спокойно с минус 40 нормально сойдет громадное повреждение на длинном участке возможно невра средняя забыть о скорости наверное да забыть о скорости и отстаю но при этом у него должен быть прям этот у него должны быть короче должен все ушатывать уже по максимуму короткие большие повреждения возможность у него средняя вот так вот я стою аж на 30 секунд сколько пять участков осталось средние большие повреждения возможно маневра низкая делаем вот так вот у меня на минуту гоняет жизнь так вот так вот странно что этот что вообще мне не дали ни одного места где я могу с ним разогнаться каким-то образом ну да то есть я его здесь очень никак бы не догнал я не понимаю вообще на каком основании и как я могу здесь догнать правда это все не повезло абсолютно с этими с так два на генератор раз два три четыре на двигатель пять на двигатель едва на маневренность так закончим далее вы же . газа с кем я еду гозер это кто у нас а это максимально защищенный я понял так опять же там где высокие большие это у нас спокойно но коротком можно вот так вот а минус 90 прикольно у меня же маневра нет у меня же скорость большая маневра нет неплохая маневра на себя поэтому про это забыл очень офигеть и отстаю если у меня защиты нет не хватает или маневренности не хватает при этом у меня и защиту уже нет на за три этапа до конца ну да еще не защиты нет и этого нет и и скорости в особой особо никакой нету не что надо делать среднее что-то хотелось на скорости пройти плана давайте сделаем чуть-чуть среднем кто фиянин это у нас этот блин на бризе средний двигатель нормальная маневренность защита в кей-кей все среднее но поехали у нас малое повреждение выжать ручку отлично средний средние повреждения возможно спокойно пройти короткие громадные прожди высокие но громадные поэтому спокойно пройти минимальный провожу повреждения минимум выкручиваем средний средний поразить не средний спокойно проходим громадные повреждения способность маневра тоже средний проходим большие повреждения возможность маневра высокий окей большие повреждения возможно маневра огромная окей так среди среди повреждения возможность огромная 8 83 доставать теперь давайте сбавлять скорость наверно забываем о скорости и огромный маневр но блин при этом у меня этот средний большие повреждения защиты 4 жесть защиты 4 так равнинный участок минимальное повреждение короткие то начало выжить ручку теперь все против шульмана минимальное повреждение опять же выжить ручку длинные большие повреждения с возможностью огромность соответственно спокойно средний минимальное повреждение низкая выжить ручку я отстаю от него длинные малые повреждения возможности огромная выжить ручку я все равно стоит него так короткие большие повреждения с возможностью маневров с высокой возможности маневра соответственно спокойно пройти я отстаю на 7 секунд большие повреждения с вас высокая возможность маневра вот так вот сколько где секунду как так-то так средний с окей окей средний опять же большим 15 секунд короткие средние повреждения ох не понимаю ладно еще раз как будто нужно ловить какой-то какую-то так фуянин и михаэль поехали так защищенный не интересен маневренный тоже не интересен не интересен поэтому да в окей да заканчиваем далее выжимаем большие повреждения с огромными маневрами спокойно пройти короткие средние повреждения легко притормаживать алтоз снимает за раз длинный с малыми повреждениями ok 30-ку сняли я пока что лидирую большие повреждения с огромными спокойно большие повреждения с высокими спокойно и в сером полтал снимает длинное среднее повреждение огромное спокойно я уже оставали короткие громадные по разд падение низких забыть о скорости короткие среднем повреждение высокое спокойно длинные минимальные повреждения выжили отстаю серьезно спокойно сколько раз минута попытаться от вы сприте это просто начинался так длинный громадным повреждением забыть о скорости громадным повреждением с высокими забыть о скорости мы одинаково пока что выбираем у нас одинаковые двигатели с этим сразу шум прийдите так сказать длинные минимальные повреждения выжить на скорость одинаковы большие повреждения с высокой маневренностью спокойно пройти громадным повреждение с возможность маневра низкая сбрасываем оба так минимальное повреждение выжить наш паритет по всем этим показателям средний средний повреждений с низкой возможности маневра слегка притормаживает средний малые повреждения с высокой возможности маневра выжимаем на максимум я лидирую отлично он сбросил короткий забыть о скорости супер короткие малые повреждения выжимаем супер кое-как победил на этой же далее поехали кто у нас там у нас все еще шумом как минимальный минимум выжимаем супер 50 я теряю 2 4 за ладно кей спокойно пройти я теряю уже 14 большие повреждения средние спокойно а цель теряю средние повреждения средняя легко притормаживать ok малые повреждения минимум выжить все еще 15 малые повреждения минимум выжить еще раз выжить 8 секунд минимальные повреждения соответственно опять же жертвуем вот все те же восемь секунд драма вот громадные повреждения забываем о скорости и все и вот пожалуйста но на коротком участке я просто не этот не нет не проеду ничего так хорошая маневренность отличный двигатель давайте так давайте на нем попробуем так средне-минимальное повреждение выжимаем средне-минимальное повреждение выжимаем малые повреждения тоже выжимаем с надеждой на маневренность средне-минимальное повреждение тоже выжить средний с огромной возможности ванёра окей спокойно проходим спокойно проходим у меня хорошая маневренность поэтому смотрим сколько вот 30 или допустим большие повреждения с высокой возможности маневра и спокойно проходим опять же 30 средние повреждения с низкой возможности маневра опять же спокойно те же 30 большие повреждения здесь уже у нас забываем о скорости я отстаю средний малые повреждения выжимаем и средний громадные повреждения с высокой возможности маневра то есть это тут спокойно проходим я лидирую отлично и большие повреждения с высокой возможности маневра и спокойно проходим окей окей не знаю с кем я воевал с кем и воевал а газов но это малак у него защита была проводим на этой же со мной корченица у него скорости маневренность за на отсутствует защита окей так равнинный минимальное повреждение летим у меня скорость быстрее и маневры старых быстрее при этом не понимаю в среднем повреждения средние при этом огромная возможность маневра 325 вот ну кейт 28 допустим среднее повреждение с низкой возможностью и тоже 28 надеюсь 37 хорошо так огромное опять спокойно пройти минимальное повреждение на короткие то минимум летим громадные повреждения со средним спокойно большие повреждения но огромная возможность спокойно и я и я не догоняю вообще не догоняю большие повреждения с высокой возможности окей вот так вот длинные минимальное повреждение 3 секунды я его не догнал где-то можно было рискнуть но учитывая что последние два этапа у меня были и так на максимуме поэтому как бы тут мне негде было рисковать надо ждать пока мне просто повезет так мало и огромный окей средние высокая так вот средние высокая вот так вот короткими и минимальный минимум так вот большие повреждения спокойно пройти большие повреждения высокая спокойно пройти минимальное повреждение на максимум короткие большие повреждения забыть о скорости экономим длинные минимальные повреждения выжимаем все разгоняемся супер кто это был это был фаянин на этой же модели непонятно кто дай бог с ним опять корченица 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 поехали так короткие средние повреждения с высокой кей минимальные жмем громадные повреждения на высокое спокойно проходим громадным повреждения с низким забываем о скорости громадное повреждение с высокой спокойно проходим потерял много малые повреждения с огромными жмем Средние повреждения с высокой спокойно проходим. Средние повреждения с высокой спокойно проходим. По 34. Это плохо. Громадные повреждения с средним забываем о скорости. Большие повреждения с возможностью опять забываем о скорости. И средние повреждения с возможностью маневра. Тут спокойно пройти должно быть вот так вот. И разогнаться. Ну все, я победил. Так, на этой же модели. Кто там? Шульман. Супер. Четко, стильно, молодежно. Так, он быстрее меня. Блин, что ж такое у него хорошее? Точнее, что ж у него такое плохое? Большие повреждения и высокое. Спокойно проходим. Большие, да. Слегка притормаживать только на средних. Среднее повреждение — это слегка притормаживать. Минимальное повреждение, низкое — это выжать. Как большие повреждения, высокое — это спокойно пройти. Большие повреждения, среднее — спокойно пройти. Наверное, опять же, средняя маневра. рискую блин до длинные минимальные повреждения окей средний громадные повреждения с низкой забываем о скорости малые повреждения с огромным выживаю выжимаем средний повреждений с высоким вот так вот средний с большими повреждениями спокойно пройти короткие сразу с высоким спокойно пройти до и не хватило буквально каких-то 10 10 этих 10 единиц брони рискнул на последнем этапе так поехали минимальная выжить средние с огромным спокойно большие повреждения спокойно средние с высокой слегка средние с огромным выжить минимальные выжимаем минимальная выжимаем средний с высокой слегка большие с высокой спокойно большие с низкой забыть о скорости короткие малые выжать еще и разогнаться все победили следующее дальше кто у нас шульман пульмахер большие повреждения средняя спокойно средние повреждения высокая слегка притормаживать малые повреждения на максимуме минимальные повреждения на максимуме минимальные повреждения на максимуме я лидирую как странно минимальное повреждение на максимуме короткий с минимальными тоже на максимуме средний с малыми с высокой маневренностью тоже на максимуме так короткий с минимальными на максимуме средний с минимальными на максимуме и длинные с громадными спокойно пройти Я не знаю, что сейчас произошло. Вот как это называется? Это просто какая-то, блин, это должна произойти какая-то дикая удача, чтобы мне вот так вот повезло. Вот это просто... Большие и низкие. Тут, по-моему, надо максимально сбрасывать скорость. Большие и высокие, спокойно пройти. Длинные и малые, выжить. Громадные и высокие, забыть о скорости. Длинные и средние, высокие, тоже забыть о скорости. Длинные и минимальные. Ну вот как так? Вот как он так обошел? Это новый день. Итак, 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 ладно, поехали. Буду играть, пока не пройду. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok У меня просто повезло. Просто невероятно повезло. Осталось защитное поле, которое я смог потратить на предпоследнем этапе. Блин, жесть, жесть, жесть. Так, и надо идти сдаться, побыстрее сдаться. В Капеллу. Капелла где-то вот здесь, да? Вот она. Хотел сказать, что я из Гролгара прыгнул в Капеллу, а вот куда дальше, не помню. О, у меня появились эти лутонации, это эти рандомные станции. По-моему, это же оно, да? Так. А, не может эффективно стрелять. Я думал, это там, где рандомные станции появляются. Ну ладно. Угу. 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 Толбонит, по-моему, дал задание. Да. Чего? Не по адресу обращаешься. Я еще не пират. Пиратом я стать планирую, но еще не пират. Тинь-тинь-тинь. Там-пра-папам. Периметр. Ну, блин, эримитром мне не нужен. Учитывая, что у меня пятихатка. Так. Я это чиним. И, наверное, 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 если еще для меня задание. Ясно, задание больше нет. Медицина нужна. Мы слетаем кафе этим капеллингом. Может, они что-то дадут. Голос мне еще не разработан, поэтому с утра извините. Задание. О. Юфали. А где находится Юфали? Я беру уже все потруднее, потому что круг, который я закрываю, он, конечно, бешеный. Да, и как назло, сейчас, наверное, будет. Будет дальше, чем я могу прыгнуть. А нет, вот. На 52, а это прям уже за предел. Деньги пришли, да? Тем 200. Ну да. Для чего? Так, флагман. А куда мне надо? Контемпис. 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 Странное название для человеческой планеты. Активирует один слот для оружия, один слот для артефактов. Интересно. Так, если задание уничтожить транспорт. Спасибо. Хорошее задание, я уверен. Куча дезинтеграторов. Дезинтеграторов. Мне нужен только квест. Ток-квест. Ток-квест. И... И... Это пока что убивает рановато. Поэтому... Надеюсь, что кто-то еще появится, потому что... Ощущение, что я уже всех ушел. Квест. Награды по местным назначениям. Ну да, ну да. Хамаль. А где Хамаль? Вот он. Окей. Поехали в Хамаль. Опять бабло. 8300. Ну, в прошлый раз было 7700, сейчас 8300. Хочу быстренько проскочить всех. А то не дай бог. Второго уровня. Сила энергооружия плюс 15, дальность стрельбы плюс 40. Есть у меня что-нибудь под него? Нету. Я понял. Уничтожить корабль. Ладно. Продолжение будет, наверное, в следующий раз. На сегодня у меня все. Тот квест я прошел, хотя казалось бы, блин, что он настолько рандомный квест, насколько он может быть рандомным, потому что делал все правильно, даже если я делал все правильно. Я всегда проходил с первого раза. Попробую сейчас спокойненько от них улететь. Если получится, хорошо. Да, отлично, получилось. И, надеюсь, тут есть медицина. Нет, медицины нет. Надо нацелиться куда-нибудь в медицину. И вылечиться от этой лотанции. Лотанции. Потому что количество, конечно, денег, это, конечно, хорошо. Однако... Что-то закидывает прям деньгами. Однако за знание дает денег меньше. Поэтому надо. Опять в углу. 6900. Так, пройти медобследование. Ух ты ж. Жесть. Почему здесь все так плохо? Почему нельзя вот так вот хотя бы взять? Вон, раз. Так, в развитии базы. Хотя бы так. Я не знаю, что каждую базу надо развивать, чтобы она стала более-менее нормальной. Прикольно. Я не знал, что так работает. А до 0 так работает. Ладно. На этом все. Всем спасибо, кто был. Приходите на стримы, которые будут теперь дважды в неделю. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что я на это выйду. Смотрите видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем счастья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok